Полное описание и точность дата выхода первой и второй серии нового сериала Пес 5 сезон. Первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале НТВ 14 декабря. Описание первой серии. Привычную рутину холостяка и его овчарки прервал телефонный звонок. Лена пригласила Макса в ресторан. Неожиданный поворот событий, но не на романтический ужин, а на осмотр места преступления. В одном из местных заведений обнаружено тело известного с огнестрельными ранениями. Очевидно, мужчина снял целый ресторан для какой-то особой встречи, никаких гостей внутри не было, да и персонала тоже. Пока Гнездилов трапезничал и поедал все на своем пути и алкоголь и изысканные блюда, которые убитый приготовил для кого-то особенного, Максим в сериале обратил внимание на детали места преступления. Убийца стрелял в упор из дробовика, выстрелов было два, а следов обуви было несколько. И самое главное, они были разными. Можно предполагать, что преступников было несколько. Но для чего они дважды стреляли в тело жертвы, если для убийства хватило бы и одного выстрела? К счастью, чутье овчарки не подвело полицейских. На кухне заведения четвероногий страж закона учуял официантку. Перепуганную до смерти девушку звали Анастасия. К сожалению, она не стала свидетелем преступления, но слышала, как неизвестные ворвались в заведение и стреляли в мужчину. Также Настя услышала довольно странный звук в цепи, как только преступники переступили порог ресторана. На месте преступления больше тайн, чем улик. Вторая серия. Макс Максимов праздновал свой день рождения, но о богатом столе, друзьях и развлечениях пришлось забыть. Ведь прежде всего работа. На этот раз Макс с овчаркой выехали по вызову группы судмедэкспертов. В подземной парковке обнаружено тело мужчины. Согласно картине, которую следователи увидели на месте преступления, покойного задушили через люк его автомобиля с помощью ремня безопасности. Люк открыт, пояс завязан на шее убитого. Во время обыска машины никаких ценных вещей не обнаружено. Как всегда, Гнездилов имел 1001 версию преступления. Одна из них – предполагаемый убийца-моряк. На вероятность этого развития событий указывает то, что преступник совершил самосуд над мужчиной через люк, а узел на шее убитого простой человек не завяжет. Следователям удалось установить личность покойного – 35-летний экономист Вадим Кольцов. Из его машины исчезли все компьютеры, планшеты и телефон, а потому Леша был убежден, что все похоже на ограбление. Однако покоя полицейским не давал странный узел, который убийца завязал на шее жертвы. Лене удалось установить, что он больше похож на японский узел, которым издавна пользуются самураи, чем на морской. Но Гнездилов таки стоял на своем, мол у него дедушка был моряком, а потому он разбирается в подобных вещах. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале НТВ 14 декабря. Если вам нравится сериал, изжать и выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе. Последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.